Турция и Азербайджан на сегодняшний момент уже связывают отношения более высокого стратегического уровня. В частности, я имею в виду знаменитую Шушинскую декларацию, где поставлена цель добиться наиболее возможной, более полной интеграции Турции и Азербайджана. По моей оценке, эта Шушинская декларация означает начало процесса создания союзного государства Турции и Азербайджана по модели России и Беларуси. Так что участие Турции в возможной войне, хотя я считаю, что все-таки эта война пока что не на пороге, во всяком случае. В возможной войне против Армении Азербайджана будет на много более широких масштабах, чем было в первой 44-гневной войне. Могу сравнивать участие Турции в первой Карабахской войне в начале 90-х годов. Тогда участие Турции было ограниченным и неявным. То есть с азербайджанской стороны в военных действиях принимали участие не действующие офицеры турецкой армии, а те, которые находятся в отставке. Принимали участие члены экстремистской пантюркистской организации серых волков. А на государственном уровне участие Турции было сведено к минимуму. Во второй войне прошлого года Турция принимала, как я уже сказал, более широкое участие на уже государственном уровне. А если возможной третьей войне, если такая война будет, участие Турции будет и на государственном уровне, и, как я уже сказал, на много более широких масштабах. То есть Турция выступит в качестве явного союзника Азербайджана. Я уверен, что Россия будет действовать решительно. И я уверен, что решительность России будет действовать отрезвляюще. На Турцию и, самое главное, на основных союзников Турции по НАТО, на Соединенные Штаты. Так что, если вдруг вспыхнет пожар войны у нас в регионе, на территории Армении, мне кажется, тут надо уже анализировать с точки зрения отношений сверхдержав. Не только Турция и регион, а сверхдержавы в военном отношении, это Соединенные Штаты и Россия. Так что, вот их реакция будет решающей. Я неспроста привел пример 1992-1993 годов. Если исходить из опыта недавнего прошлого, то вот, когда дело доходит до возможного столкновения двух сверхдержав, Соединенных Штатов и России, то тут в военном отношении сверхдержав находят какие-то точки соприкосновения. И вот это действует отрезвляюще на Турцию. Так что, если будет реакция, я уверен, что будет реакция со стороны России решительной на уровне того, что было в 1992-1993 годах, то Соединенные Штаты, конечно, будут всячески действовать, так сказать, на правах старшего союзника Турции более отрезвляющей в отношении Турции. Турция будет связана с Соединенными Штатами по рукам.